Добрый вечер. Меня зовут Алексей и я ведущий новостей нашего канала. Сегодня наш выпуск посвящен проходящему в Москве учредительному съезду партии «За правду». О всех событиях на съезде расскажет наш корреспондент Сергей. Вы нас слышите? Мы ждем вашего рассказа. Добрый вечер. Да Алексей я вас слышу. Вы уже сказали, что в Москве проходит съезд партии «За правду». На съезд съехались 148 делегатов из почти 60 субъектов России. Делегаты единогласно проголосовали за ее создание. На должность председателя партии делегата избрали Прилепина. Также прошло закрытое голосование за первых заместителей и заместителя председателя, секретаря и членов Центрального комитета. Предлагаю послушать программное выступление лидера партии Прилепина. Мы исходим из следующего. Народное движение «За правду» претендует на власть, добивается власть и имеет право на власть. Мы исходим из того, что при любых трансферах власти необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение России как политической, территориальной и культурной ценности. Смуту, охватившую Россию в начале 17 века, исчезла треть населения России. Спасло Россию, как известно, ополчение Минина и Пожарского, но ополчение собралось на восьмой год смуты. К тому времени подавляющее большинство представителей элиты присягнуло уже и первому, и второму самозванцу, и некоторому и третьему. Государственность осыпалась. Умнейшие, сановнейшие, влиятельнейшие чины и умы России оказались не способны к чему. С тех пор смута приходила не раз, и всякий раз мы были едва готовы к ней. Вывод следующий. Ополчение должно быть постоянно действующее. Мы обязаны его создать. Чем занять ополчение в мирное время, мы тоже знаем. К немирному времени мы тем более должны быть готовы. Ближайший пример. Если бы подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И как минимум мы бы имели Херсонскую, Харьковскую, Одесскую Народные Республики. Но этого ополчения не было. Долгое время власть плодила в Селигерскую поросль, оказавшуюся не способной к реальной политической деятельности. Мы не делаем ставку на конформистов. Мы делаем ставку на граждан. Либерализм в его вульгарном изводе, как оголтелое западничество, социал-дарвинизм и перманентная русофобия, не главный наш враг. Не главный, но, безусловно, враг. Однако мы исходим из того, что серьезная часть российских политических, финансовых и культурных элит сформирована после 1991 года в либеральной повестке и зачастую только эмигрирует в виде запроса на патриотические тренды. Случится смута, многие из них присягнут первому же самозванцу. Огромная часть элит не мыслит национальными категориями. Пресловутая национализация элит по большей части не состоялась. Наша задача влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости. Мы не враг государства, мы реальная основа государства. Мы не против всего плохого и мы не за все хорошее. Мы за правду, мы за правду нормального большинства. Экцентрики заколебали. Мы умеем быть экцентриками лучше всех иных прочих. Но хватит экцентрики и постмодерна, потому что Бог есть, Родина одна, семья, союз мужчины и женщины. У мужчины и женщины рождаются дети. Дети это норма. России нужны дети русских людей. Защищать Родину с оружием в руках норма. Экспансия дипломатическая, культурная, политическая и языковая, а в крайних случаях и военная, тоже норма. Мы живем в мире, где сегодня 42 войны. Все уверяющие нас, что в 21 веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции. В понятие цивилизованно мы вкладываем один смысл. Все, что способствует сохранению, усилению и расширению русской цивилизации, это цивилизованно. Тем не менее, если мы за цивилизацию и демократию в общечеловеческом смысле, необходимо прописать законодательно, что Россия вправе принимать в свой состав другие государства, изъявившие стать частью России путем проведения референдума и поддержанное 75% населения. Наконец, свобода – норма. Свобода – это повторяем настойчиво, повторяем норма. Россия – страна свободных граждан. Пока либеральная публика считает, что наше счастье в том, чтобы стать холопами Запада, новейшие буржуазии считают, что мы их холопы и должны быть этим счастливы. Но всякие, кто желает увидеть в русском человеке холопа, рискуют увидеть, как выплывают из-за острова Настрежень стень Керазина-Челмы. Наша важнейшая задача – перезагрузка самого понятия оппозиция. Сегодня понятие оппозиции ассоциируется исключительно с западниками. Престарелые, скучные, склизлые западники, надоевшие не наметнее, не 600 секунд назад, а уже 25 лет, как надоевшие, сумели навязать совершенно устаревшие, даже по мировым меркам, либеральные взгляды огромной части российской молодежи и представить себя в качестве новаторов. Они архаичны. Они исповедуют архаичные взгляды, которые вызывают осковину огромной части населения в США и в Европе, тем более в Латинской Америке. Все, что наши нынешние оппозиционеры могут предлагать, это давайте сделаем, как в нормальных странах. Но уже нет никаких пресловутых нормальных стран. Мир движется к очередному кризису экономическому и ментальному, присоединяться к нормальным странам, вступающим в период кризиса и хаоса – безумие. И нам впаривают это безумие. Мы должны создать образ нового, просвещенного, яркого, успешного, образованного патриота, не стесняющихся своих взглядов. Патриота отстающего, а в случае необходимости и навязывающего свои взгляды, умеющего разрабатывать, безусловно, оппозиционную и даже радикально-оппозиционную стратегию и притворять ее в жизнь. Государство может ошибаться. Государство не есть идеальная машина априори. А оппозиционная деятельность не есть априори зло. Если мы проснемся от страшного сна и поймем, что это был не сон, а действительность, Россию возглавляет Григорий Явлинский, а Михаил Ходорковский, теперь премьер, а министр обороны Ксения Сомчак, приход граждан в радикальную оппозицию станет долгом. Но лучше до этого не доводить. Лучше иметь действующее ополчение, класс действенных, упрямых, разумных патриотов, современных, как последний айфон, и убедительных, как автомат Галашникова. Мы должны ими стать. Нас должны узнавать в лицо. Россия должна леять в экономике и править во внешней политике. Это и есть русский баланс. Нас все время заносят в сторону. Некоторые предлагают двигаться строго по центру. Но мы будем атаковать и слева, и справа. Это тоже нормально, спросите у Стивена Сигова. В сегодняшней России может возникнуть новый тренд замерения Запада в поиск компромиссов. Эти процессы могли бы показаться разумными, если бы наше поколение не пережило времена Горбачева и Ельцина. Мы не крепли, мы можем позволить себе называть вещи своими именами. Запад – уникальная цивилизация. Мы любим Запад, вместе с тем политические элиты Запада при первой возможности обманут и кинут. Только так и никак иначе. Русофобия – способ жизни западных элит, политических и медийных, во все времена – это данность. Всякий, кто в России начинает в первой фазе активно отстаивать очередное сближение с Западом, во второй фазе переходит сдача национальных интересов. Мы гарантируем, те, кто завтра объявит о примирении с Западом, послезавтра сдадут Крым и дали по списку вплоть до Приднестровья. Нам нужен контроль за элитой. Элита должна сближаться с Западом только с одной целью – взять у Запада все, что можно взять, а заплатить второе меньше. Это и есть национальная политика, остальное – от лукавого. Мы говорим – больше суверенитета. России нужно больше суверенитета. Полная продовольственная, финансовая и политическая независимость. Мы говорим – необходимо вернуть статью Конституции СССР. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир в их естественном состоянии являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на нашей территории. Земля святая, продажа земли иностранцев, аренда земли иностранцев должна быть запрещена. Мы видим, нам навязывают постоянный перманентный пересмотр истории, в первую очередь истории XX века. Мы обязаны противостоять. Есть в мире, если в мире есть законы, которые позволяют судить за отрицание Холокоста, есть целые страны, которые ввели запрет на символику советского времени, мы должны принять контрмеры, а именно утверждение, что социализм и фашизм – близнецы и братья, а СССР и фашистская Германия – это одно и то же, должно попадать под административные наказания. Мы за свободу высказываний, но в данной ситуации придется отвечать зеркально. Все это, безусловно, не является признаком того, что мы забудем о всех трагедиях и ошибках советской эпохи, равно как и любой другой эпохи русской истории от Рюрика до Николая II. Мы с печалью констатируем, Россия живет в атмосфере культурного террора. Террор антикультуры на дворе. С одной стороны, Россию терроризируют профессиональные русофобы и откровенные выродки, с другой стороны, террору способствует вся государственная митейная машина, обращающая в скот великие народы России посредством дегенеративных программ. Мы, простите за банальность, страна великой культуры. Великая культура, как всякая культура, взращивается, иначе сжирают сырники. У сырников всегда выше рейтинг. Не надо потворствовать людям в их стремлении к низости, иначе мы не построим сверхцивилизацию. Проблема России не только в том, что на телевидении правят бал перкантильные упыри, и проблема в том, что другие упыри освоили и приватизируют Ютуб. Мы обязаны выбить всю пошлость государственных телеканалов, а все желающие впредь смотреть двух полых певчих птиц в новогодние ночи будут смотреть их по кабельному телевидению. Что касается Ютуб-пространства, мы должны создать активную, агрессивную конкурирующую среду. Конкурирующую среду в политике, в медиа, в культуре и далее везде. Движение за правду претендует на власть, добивается власть, имеет право на власть. Прискну сказать, что мы лучше, чем власть, ярче, чем власть, злее, чем власть, добрее, чем власть. Да, мы такие. Спасибо.